если мы посмотрим на то почему многие люди у нас имеют низкую мотивацию причем с детства вот кстати был вопрос про детей то на самом деле все очень просто мы когда смотрим на улицу видим какие-то машины на ней ездят мы всегда прикидываем успеем мы перебежать или не успеем собьет не собьет то есть наше воображение всегда работает проективно и когда мы смотрим на свою жизнь мы в принципе тоже плюс-минус понимаем какая она будет какой у него будет результат вот эту штуку я самостоятельно осознал мне было где-то наверно 22 или 23 года я очень хорошо помню тот момент когда я вдруг решил взять и посчитать финансовый план своей жизни то есть я взял у меня я тогда уже занимался бизнесом я посчитал сколько я зарабатываю посчитал сколько я трачу увидел что дельта у меня была нулевая отмасштабировал это на всякий случай на оставшийся период жизни и увидел что результат будет нулевым и вот в этот момент я понял что нужно не пытаться там меньше тратить а что нужно повышать свои навыки и больше зарабатывать потому что если мы берем среднюю зарплату вычитаем средние расходы мы получим ноль если мы возьмем средний финансовый результат жизни человека то человек всю жизнь работает а на финише имеет ноль почему а не потому что он мало работал он мог работать там в тяжелых условиях портить свое здоровье прикладывать огромное количество физических эмоциональных усилий вопрос в том что он не в правильное место эти усилия прикладывал если бы он хотя бы десятую часть этих усилий прикладывал на свое развитие и свое образование регулярно на протяжении всей жизни то в этом случае финансовый результат был бы совершенно другим и результат в других сферах в отношениях в семье в хобби в увлечениях путешествиях тоже был бы совершенно другим вот это очень важно понять что неважно в какой области мы тратим силы если мы их тратим то это все равно усилия если мы хотя бы десятую часть направляем на свое развитие то мы будем развиваться если мы в начале прокачаем свои когнитивные навыки то есть будем развиваться в два в три раза быстрее за счет более развитых навыков обучения то мы и всю свою дальнейшую жизнь будем развиваться в два-три раза быстрее соответственно многие люди не понимая этого пытаются управлять своим будущим и изменениями в жизни но по факту у человека есть три основных стратегии работы с будущим соответственно схематично их можно назвать это чайник античайник и идеальное будущее начнем с идеального будущего это те мечты и грезы а как в которой мы постоянно улетаем где у нас все замечательно хорошее здоровье мы обладаем супер силами супер деньгами и так далее и тому подобное и все проблемы решаем на щелчок пальцев беда в том что мы тратим силы нашего воображения чтобы туда попасть тратим на эти мечты и грезы время и кроме вот такого легкого ощущения отдыха ничего оттуда не выносим потому что это идеальный мир которого не существует есть второй мир он у нас обозначен чайником почему чайником что если мы берем и ставим чайник на плиту в нем есть вода плита у нас горит то мы получим кипяток это гарантированный результат то есть вот модель гарантированного результат это модель чайника гарантированные результаты есть разных уровней поэтому если мы говорим о том что у нас гарантированные результаты разного уровня надо осознать с какими результатами мы работаем осознанно а какие оставили на волю случая второй момент в зоне гарантированного результата есть гарантированные грабли наступил получил по лбу если грабли взрослые или по другому месту если грабли детские, и гарантированные пряники, которые, то есть коврижки, которые дают нам что-то хорошее. Беда в том, что в этой территории все постоянно топчутся, все коврижки погрызенные, и с одной стороны там безопасно, с другой стороны пользы мало. Есть зона негарантированного результата. Что значит негарантированный результат и почему там у нас медвежья шкура? Потому что негарантированный результат – это значит, что вы ставите свою шкуру на кон. Вот тот, кто читал книжку Николаса Талеба «Рискуя собственной шкурой», очень хорошо понимает, о чем я говорю. Для того, чтобы получить реализацию своих самых заветных желаний, человек как раз должен взять на себя ответственность и пройти через зону негарантированных результатов. То есть он должен научиться тому, чему не умеет. В этом смысле показательный пример Рея Далио – это человек из обычной семьи, который стал одним из величайших финансистов 20-го и 21-го века. То есть его компания «Бридж Мотерс» относится к числу крупнейших мировых финансовых институтов. Он родился в совершенно обычной семье. Но что он делал? Он с детства, примерно с 12 лет, работал в гольф-клубе. Он носил сумку с клюшками для гольфа для тех, кто играл в гольф. И хотя он родился в обычной семье, но все разговоры, которые он с детства слышал, поскольку в гольф в основном это была игра финансистов, он с детства впитывал в себя о том, что такое финансовый рынок, биржа, как на ней играть и так далее. Поэтому неудивительно, что в 14 лет, когда он решил на чем-то заработать, куда-то потратить свои накопленные карманные деньги, естественный вариант, который к нему пришел в голову, это поиграть на бирже. То есть казалось бы, вот как ребенку в 14 лет такое может прийти в голову. Но с другой стороны, если он два года носил клюшки для гольфа за финансовыми директорами, директорами банков и прочими грамотными людьми, которые в его присутствии обсуждали свои вопросы, то в какой-то момент он в них вник, то есть прошел совершенно неочевидным путем, при этом приобрел правильное понимание, как работать на бирже и начал дальше уже заниматься инвестиционной деятельностью, которая принесла ему намного больше денег. Хотя, опять же, как минимум один раз в своей жизни он практически полностью обанкротился, потеряв все. Но, опять же, за счет высоко развитых когнитивных навыков этот человек легко оправился от тех потрясений, которые переживал. Поэтому очень важно понимать, что всегда нужно брать на себя ответственность и нужно делать это с умом. Потому что большая часть людей как? Она привыкла ходить на безопасные территории, где все грабли размечены флажками. Потом они идут на территорию, где грабли не размечены, наступают на них. Например, человеку только исполнилось 18 лет, пошел, взял кредитов и дальше хоба не рассчитал свои доходы, расходы и так далее. Дальше ему и его родственникам постоянно звонят коллекторы. Вот почему так происходит? Потому что он недостаточно продумал. То есть всегда, идя на новую территорию, нужно тщательно продумать, что мы там будем делать. Как будут развиваться события, прописать план, показать его экспертам. В этом смысле в России есть целая культура. Мы уже разбирали негативную обратную связь, поэтому в России бизнес-план не пишут, чтобы не получить минус подкреплений. Во всем мире его пишут для того, чтобы получить критику, отработать ее и улучшить свой бизнес-план, чтобы он учитывал эту критику. В России же делают наоборот, стараются наоборот, никого не слушать, в том числе тех, кто говорит умные вещи. Вот это касается не только бизнеса, это касается любой новой должности, любого проекта на работе, любого повышения и даже любой той работы, которую мы делаем. Большинство людей старается не воспринимать критику. И именно поэтому делают свою работу плохо. Если же человек, наоборот, обладает высоко развитым сознанием, если он восприимчив к обратной связи, в состоянии отфильтровать, что вот это, например, Александр из «Вредности» сказал, что идея с кокосовым орехом плохая. А вот это как раз ценное зерно, что, например, кокосовый орех, прежде чем использовать, надо высушить, чтобы он дальше не разлагался или мошки в нем не заводились и так далее. То есть каждый раз, когда мы получаем негативную обратную связь, ее можно и нужно правильно обработать, правильно учесть, правильно вписать в свои планы. И вот если человек научается этому, а это требует очень больших когнитивных ресурсов, он уже приходит к реализации своих жизненных целей. Поэтому для того, чтобы быть эффективными в жизни, привыкайте всегда работать головой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!